МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации, толерадио компании Гомель, у студии и працуе Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Подрыхтовка до республиканского форума. Сегодня у Гомеля прошел областный сход у дельников Усебелорусского народного сходу. Жильевые пытанни старшиня комитета по архитектуре и будовництве облыканкама Дмитрий Хайкевич провел везный прием грамадян у Гомельским райвыканками. Рост киберзлочинства у прокуратура Гомельской области подвела выники работы за минулый год. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Тень у Гомеля прошел областный сход у дельников Усебелорусского народного сходу. Далегаты обмерковали проект социально-экономичного развития Беларуси на наступные пять годов. А так само выказали свои думки на конт ситуации у разных сферах. Наши корреспонденты с подробязностями. В зале областного громадского культурного центра делегаты Усебелорусского народного сходу, представники администрации президента и советы министров, местовых органов улады. У центра уваги проект развития краины. Работа над этим документом началася в 2019 году. Такий достатково протягливый час потребовался для того, как проанализовать внутренние и сусветные тенденции во всех сферах. При этом документ, который будет приниматься на Усебелорусском народном сходе, продуглеживая социальную накерованность державной политики. Досягаться этой задачей будет разными методами. От формирования новых высокотехнологичных галин до дальнейшего развития оригинальной медицины. Участие в собрании – это, конечно, очень ответственный такой момент. И я горжусь тем, что мне выпала такая честь представлять нашу систему здравоохранения на Всебелорусском собрании, представлять Брагинский район, в котором я живу. Это моя малая родина. И, конечно, меня очень волнует тема развития регионального здравоохранения, сохранение той социальной стабильности, которую имеют наши пациенты именно на загрязненных территориях. Меня очень волнует тема создания межрайонных специализированных центров оказания медицинской помощи. И у протяг темы социальной накерованности державной политики. Повышение добра быта у якости життя насильництва – головная мета наступной пятигодки. Далегаты Усебелорусского схода кажут, что настроены на конструктивный диалог и захование в громадстве стабильности. Волнует самый главный вопрос, чтобы решить наши проблемы так, чтобы не было каких-то конфронтаций, каких-то конфликтов в обществе. Вот этот год действительно был народным, знаменовал народное единство. На Усебелорусском народном сходе в Гомельску в область представить 310 человек. В первоважной большинстве это люди с великим опытом работы в разных сферах и активной житевой позиции. Депутат Палаты представников Жанна Чарнявска поделилась с журналистами думками на кон унесения изменений в Конституции Украины. Люди об этом говорят, что сегодня президент настолько загружен разными вопросами. Может быть, отдать какие-то полномочия или парламенту, или правительству, может быть, местным властям больше загрузить. Объеднать намагания громадства, бизнеса и державы. Это еще одна задача, якая продугледживается новой программой социально-экономичного развития Беларуси. Ее реализация будет отбываться на всех узровнях. Але головная увага у наступной 5-гаду регионам. Раскрывая этот потенциал и раскрывая конкурентное преимущество, мы можем найти, те новые направления, которые станут драйверами развития в регионе. Если говорить о Гомельской области, здесь много тех направлений, которые предстоит нам развивать. Речь идет и о сельском хозяйстве, речь идет и о машиностроении, речь идет и об IT-сфере. Конечно, серьезное развитие получит частный бизнес. Его необходимо нам вовлекать в работу с крупными предприятиями, создавать кластеры, работать в направлении импортозамечения. Поэтому нам предстоит много чего сделать за это пятилетие. Я надеюсь, что те параметры развития, которые определены, те цели, которые мы поставили перед собой, они будут достигнуты. Первый этап вакцинации с управлять COVID-19 в Гомельской области подходит до завершения. В ответственности с загадом Министерства охоты здоровья первую парту вакцины размирковали помеж медицинскими работниками у всех узровнев. Прищеплено 4365 человек в Мазырском, Ветковском, Калинковицком и Чачерском районах, а так само в Гомеле. Выкористовывалась комбинованная векторная вакцина в творчестве Российской Федерации. Варто додать, что препарат складается с двух компонентов и другую ягодчастку медработникам будут уводить празд 21 день. Вакцинация проходила у доброохводным парадку и бесплатно. На сегодняшний день у нас привито более 2000 медиков. Это работники поликлиник, больниц, станции скорой помощи. Многие медики отметили, что вакцинация прошла очень спокойно и без каких-то побочных эффектов. Следующая вакцина, которая поступит нам в течение 2-3 недель, будет использована для других социальных групп. Это работники социальных учреждений для детей и взрослых и педагоги. По республиканской разнарядке в Гомельскую область планируется поступление более 170 тысяч доз вакцины. Первый этап вакцинации дозволил отпрацовать механизм работы и начать прищеплять граждан в районах в области. Массовая вакцинация насельничества плануется в этом красавику, когда прищепиться, сможет каждый жадающий. Постановка на улик для отримания жилья, черги на будовництво, питание за будущее региона. Старшинка комитета по архитектуре и будовництве облыканкам Дмитрий Хайкевич провел выездный прием граждан у Гомельским райвыконками. Самым головным для себя питанием у початку приема приехала семья за грагородка Мичуринская. Муж и женка выховывают с троих детей. Молодшей дачце 8 месяцев. Терминова треба поляпшать жильевые умовы. Але с моменту постановки на отповедный улик семья не отримала еще неводной пропановы по будовле жилья. И все ж таки у запасе отповедных службов еще 4 месяцы. На выражение жильевых питаний для шмадетных семья удается год. Почас приему были огученные варианты. Кватер у семьи можно набыть ученках те большевику. У обо двух населенных пунктах зараз будуются шмат поверховки. У темлику по 240-м указе. Увогулі таке сустречи керавников жихарами региона. Гэта макчымась паназіраць, як справляюцца со своими задачами службы обласного подпродковання. Нам важно выходить в районы, чтобы посмотреть, как здесь это настроена работа. Нам это важно, скажем так, это оценка. И службам, которые здесь работают и занимаются этим вопросом, для нас это важно. Но общение с людьми еще никто не отменял. Поэтому это тоже плюс положительный. Знать, с каким проблемой люди приходят и их решать. Порой где-то надо поставить себя на место этих людей, чтобы понять, в чем проблема. Другого лютого член Совета Республики Национального Сходу Беларуси Феликс Яшкоу проведе особистый прием грамадян. Он будет проходить с 14 до 15 годин. По передней записи, ожиція является, что день до 1 лютого уключна. Упрацовные дни с 9 до 13 годин и с 14 до 18. Телефоновать треба по номеру 80232 792060. Прием будет проводиться по улице Интернациональной 30. Рост киберзлочинства прокуратура Гомельской области подвела выники работы за минулый год. Управнанье с 2019-м летось у регионе отбылся невеликий рост злочинствов. У основным личбы выросли с захвалимахлярствов, связанных с компьютерными технологиями. Людям телефоновали небыто с банков, подманывали на виртуальных гандлевых пляцовках, у социальных сетках. Причим, попередживание об махлярах и схемы их день не ухудшать по усюль, але многие прозвучалися вучиться только на уласном вопыте. За непокойность выкликают и некоторые инши группы злочинствов. Это рост убийств и тяжких телесных повреждений. К сожалению, небольшой рост у нас все-таки есть. У нас по причине убийств и причине тяжких телесных повреждений ушло из жизни 57 человек. За каждым человеком погибшим это трагедия. Как правило, это пьянство, семейные неурядицы, выяснение отношений с помощью ножа и так далее. Поэтому стоит задача сегодня перед прокурорами принять все меры по профилактике данного вида преступлений, предотвратить семейное насилие. Сегодня мы идем по пути, возбуждаем административный процесс в отношении семейных дебоширов, дабы их привлечь к административной ответственности, либо это административный арест, либо штраф, чтобы они не совершили более тяжкое преступление. А если прокурор вмешивается в административный процесс, то эти дела за примирением сторон уже не подлежат прекращению. Поэтому мы видим тоже в этом свою принципиальную роль. Лето седбулося снижение колькости злочинств здействованных неполнолетними, а так само особами, які уже мают в биографии судимость. Меньш было и криминальных справ, где проступки были учинены в стане алкогольных опьянений. Не глядяши на змяншение правопорушения в громадских местах, их профилактика застается вельми актуальной. Особливо, а это тычится массовых мероприемств, подчас яких мели место факты с упротивлением милиции, издеков над державными символами знищение держмайомости. Федерация профсоюза у Беларуси звернулася за открытым листом до Международной Организации працы и удельников Международного профсоюзного руху, рабочих и наймальников и инших краин в связи с незаконным тиском на Беларусь. Як означается у листе, Европейским Союзом не обгрунтовано, без яких не будь подтвержденев уведены санкции в относинах до предприемствов нашей краины. Закранутые интересы у тысяч людей. На Гомельщине под этим зворотом свои подписы поставили уже десятки тысяч человек. Наши корреспонденты протягнуть тему. По куль санкции Евросоюза уведены в относинах до некольких буйных предприемств в Беларуси, але спец застается открытым, а тому трапить у яго може любый субъект господарения. С уликом экспорта ориентованной экономике наступствы таких подыходов могут быть вельми серьезными, причин без працы зарплаты могут застаться десятки тысяч человек. Проблемы возникнут так само с выплатой пенсии до помох, а так само в социальной сфере, якая финансуется с бюджетом. Профсоюзы Беларуси назвали уведение санкций экономичным шантажом. Федерация профсоюзов Беларуси была подготовлена и размещена на официальном сайте открытое письмо на международную организацию труда, профцентры мировые, а также нанимателям о недопустимости применения экономических санкций в отношении белорусских предприятий, ряда белорусских предприятий. Это вынужденные меры, так как в случае применения этих экономических санкций непосредственно к нашим предприятиям пострадают в первую очередь наши трудящиеся. Заявы о недопущенности санкцийной политики и обмежевании права на працу приняли уже больше 10 бойных международных профсоюзных объединений. Сырод тех, кто дослал листы в адрес Федерации профсоюзов Беларуси, а под трымцы працавников предприемства нашей краины – я подписал письмо против санкций. Я как член профсоюза расцениваю это вот моя точка зрения, что испокон веков во всем мире санкции вводятся в ответ на какие-либо противоправные действия, потенциальную угрозу, опасность, невыполнение договорных обязательств, невозврат денег, захват имущества. Но что сделали наши предприятия? Мы же такого ничего не делали. То есть я это расцениваю как введение санкций, от которых пострадают простые, обычные люди, вот такие, как мы, моя семья, мои друзья, мои родители и родственники. Олег Синтеров, Максим Саин, Валерий Гопанько, Телерадио, компания «Гомель». Диалоговая пляцовка звучнями пройшла у Гомельской середней школе номер 3 имя Дмитрия Пеняськова. У ее приняли удел представники Гомельского городского следчего комитета. Сустречу проводили для хлопцев и девочек, которые научаются в военно-патриотичных классах. Им пропоновали принять уделу отборы для поступления на следчий экспертный факультет Академии Министерства внутренних справ Республики Беларусь. После успеховой сдачи экзамена молодые люди могут стать курсантами и научаться за кошт бюджету, а про 4 года отримать квалификацию юриста и пойти працевать следшим. Простовники ведомства отказали на питание школьников, а так само рассказали про особистый опыт научения у Академии. Простегутерку для поступления можно до первого красавика. Я не сначала училась в этой школе, я когда пришла, меня так застращали, что тут все, учеба должна быть, дисциплина, форма обязательно. Страшно было. Но сейчас как-то полегче, сейчас как-то уже стараешься и равняться, и чтобы и учеба была нормальная, и как-то уже и в город, когда выходишь, и чтобы форма была нормальная, все, чтобы было хорошо. И на самом деле я еще не пришла к единому мнению, но я вот склоняюсь к следственной деятельности, экспертизе. ГТА, а так само иншая новины, информацию об проектах Телерадоя компании Гомель вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до новых сустречу эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Неустойчивая погода все же внесла свои коррективы в дорожную обстановку. За прошедшие сутки на территории Гомельской области произошло три дорожно-транспортных происшествия. Три человека получили травмы. Утром в Жлобинском районе 28-летняя женщина, водитель, управляя автомобилем Ауди 100, двигалась по автодороге Жлобин-Сильной и при совершении обгона потеряла контроль над своим авто. В результате машина оказалась в кювете, а женщина в больнице. В Лельчицком районе 48-летний водитель двигался на автомобиле Мерседес-Венс по автодороге Мозырь-Лельчицы Милошевичей границы Украины. Он также перевернулся и оказался в кювете из-за неправильно выбранной скорости. В ДТП пострадала 56-летняя женщина-пассажир, которая с телесными повреждениями была госпитализирована. Аналогичная картина была с автомобилем Рену-Лагуна в Гомельском районе на автодороге М5 Минс-Гомель. Все эти дорожно-транспортные происшествия произошли из-за нестабильных погодных условий. В связи с этим госавтоинспекция обращается еще раз к водителям. Будьте внимательны и осторожны на дороге. Выбирайте безопасную скорость, дистанцию и интервал. Откажитесь от резких и необдуманных маневров, результат которых приведет к потере контроля над автомобилем. Пожар, на которых погибли два человека, повреждены три строения. Около половины седьмого вечера спасатели выезжали на ликвидацию пожара жилого дома в агрогородке Кривск Будокошелевского района. Дом принадлежал нигде не работающему 60-летнему мужчине. При тушении пожара работниками МЧС в жилой комнате на кровати был обнаружен обгоревший труп хозяина домовладения 1960 года рождения. Рассматриваем причину возникновения пожара неосторожное обращение с огнем при курении. Через три часа раздался звонок в Центре оперативного управления Кармянского районного отдела ПЧС. В райцентре по улице Гагарина также загорелся жилой дом. При проведении разведки спасатели обнаружили на печи обгоревшее тело хозяина 1975 года рождения. По одной из версий пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. В Гомеле задержан наркодилер. У него изъято более пяти килограммов марихуаны. В середине января в областном центре оперативники задержали 34-летнего неработающего гомельчанина со 100 граммами марихуаны, которые он приобрел у незнакомца. Милиционеры из областного ВД подключились к поиску сбытчика. Накануне удалось задержать 36-летнего мужчину, причастного к торговле зельем. Служебная собака в квартире нашла схроны с марихуаной. Большие и мелкие пакеты были спрятаны по всем комнатам, в различных банках и даже в мебели. Общий вес составил свыше пяти килограммов. Там же хранилось приспособление для употребления наркотиков. В отношении двух фигурантов следователи возбудили уголовные дела. Сбытчик водворен в изолятор временного содержания. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. В связи с повреждениями имущества сотрудники отдела внутренних дел администрации Центрального района Гомеля просят оказать помощь в установлении личности мужчины. В ночь на 25 января около 3 часов 30 минут неизвестный в одном из домов по улице Карла Маркса повредил входные двери. Если вы узнали этого человека или владеете иной информацией по данному факту просьба сообщить об этом по телефону указанному на экранах или в дежурной часть по телефону 102. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В рядах футбольного клуба Гомель-новички стан зелено-белых пополнили два футболиста. Из казахстанского чемпионата в белорусский перебрался Вадим Побудей. Кроме ЖТСУ в послужном списке полузащитника выступление за Барановичи, Брестская Динамо, Ислыч и Днепро. Цвета Мозырьской слави на Гомельский сменил Игорь Костров. За плечами 33-летнего игрока выступления в Молдове, Израиле, Казахстане и США. Соглашения с обоими футболистами рассчитаны на один год. Евгений Клочко и Константин Кусков в символической сборной 12-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Кусков стал автором одного из голов матча БЧ против УВД «Динамо». Еще один раз он ассистировал партнерам. Железнодорожники, уступая по ходу матча три гола, сумели обыграть соперника на его поле. Игрок ВРЗ Евгений Клочко в матче против Лиды пополнил свой бомбардирский багаж с тремя забитыми голами и двумя ассистами. Вагоностроители победили 9-2, а Клочко укрепился на вершине списка снайперов чемпионата с 19-ю голами в активе. Кроме того, он лучший по системе гол плюс пас 27 очков. Евгений Клочко в третий раз в нынешнем сезоне признан самым ценным игроком тура. Состоялось открытое первенство Гомельского областного центра Олимпийского резерва по конному спорту. В соревнованиях по выездке в предварительном призе в младшей возрастной группе победу праздновала Анна Колеватова. У юношей в командном призе победила Виктория Пильник. В конкуре на маршруте с высотой препятствий 80 сантиметров золото у Марии Муравьевой. Степан Лужков стал лучшим в конкуре с высотой препятствий 90 сантиметров. В Гомеле завершилось первенство области по шахматам среди юношей и девушек возрастом до 18 лет. Сильнейших выявляли в классических и быстрых шахматах, а также блице. На пьедестал почета поднимались спортсмены из Гомеля, Светлогорска и Рогачева. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова